И на протяжении двух лет вы взвешивали мои поступки, совершенные при жизни, чтобы определить в них меру добра и зла, а также решить мою участь в данном деле. Напомним, Городова обвиняют в получении взяток за вынесение нужных решений на общую сумму в 5 миллионов рублей. Ни в одном из предъявленных обвиняемому шести эпизодах он вину не признал, настаивая, что денег не брал, противоправных действий не совершал. По словам Городова, обвинение абсурдное и носит вымышленный характер. Группа свидетелей просто оговорила его. В данном уголовном деле у нас налицо процессуальный терроризм. На протяжении трех лет выдавить из меня, именно выдавить признательные показания. Чтоб я признался в том, чего в принципе не существует. Сегодня фамилии Городов не называл, но неделю назад в рамках реплик фигурировал бывший арбитражный управляющий Алексей Долгов, который, по словам обвиняемого, из-за межличностного конфликта решил лишить ему мантии. В 2019-м Долгова осудили условно, а еще до этого он активно сотрудничал со следствием. В рамках сегодняшнего последнего слова Городов вспомнил, как строил свою 28-летнюю карьеру и как неоднократно даже осужденные им говорили благодарственные слова в адрес честного следователя и судьи. Я не буду просить смягчения озвученного строгого обвинения. Там на два, на три болезнь, дети. Нет. Я буду просить рассмотреть дело по справедливости, по закону, с вынесением только оправдательного приговора. К слову, в начале 2020 года, к семи годам заключения за получение взяток приговорили двух судей Краевого арбитражного суда. Руслана Терри, который вину признал частично, и Владислава Колесникова вину признал полностью. Для Алексея Городова обвинение запросило 15 лет лишения свободы, 35 миллионов штрафа и невозможность занимать должность в течение 10 лет. Завтра суд вынесет свой приговор. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.